История у Хрома печальная. Он стал наследством. Он жил в деревне, хозяйка умерла и Хром. Он оказался без хозяина. Наследники дома заботились о Хроме. Ничего плохого не могу сказать. Но у Хрома была травмирована передняя лапа. Разорвано сухожилие. Видимо, он повредил ее еще в детстве. Наследники показали собаку врачу. Там неизвестно, что за история была. Ему, видимо, сделали больно. Он кого-то укусил и попал к нам. Наши сотрудники посмотрели, сказали, что он кусается просто из-за того, что у него сильно болит лапа. Лапу пролечили. Полностью вылечить лапу не смогли. Тут все равно он хромается. Эта лапа у него все равно не будет действовать полноценно. Но это ему не мешает бегать и быть веселым. Хром оказался очень добрым, ласковым, позитивным и общительным парнем. Единственное, еще со времен жизни в деревне он боится врачей и опасается, что те сделают ему больно. С лапы сделали все, что возможно. Лучше уже не станет. А сколько Хрому лет? Хрому сейчас чуть больше года. Года полтора ему. И это за полтора года уже столько всего испытал? Да, да. К сожалению, судьба его не баловала. Как он общается с другими собаками? Нормально. Он дружит с лаки. Они даже живут в одном вольере. Ой, ты мой сладкий. Да, ты мой хороший. К людям очень позитивно настроен. Очень ласковый пёсик. Только вот не надо делать ему больно. Он начинает бояться сильно защищаться. А так это просто вот ласкучее чудо замечательное. Кому подойдет Хром? Я думаю, что Хрому лучше будет в частном доме. Он в частном доме вылаз, ему привычнее в частном доме. Чтобы взять его в квартиру, надо будет его воспитать, приучить. Мы с Хромом вообще не знакомы. Но вот он сразу решил перевести наше знакомство в более тесную плоскость. Хром абсолютно неприхотлив в еде, кастрирован и привит. Собака ждет своих новых хозяев в приемнике для безнадзорных животных на Зернова 24А. Телефон для справок 61210.